А по Якутску можете рассказать о том, что задействовали еще весной, хотели поставить сливные станции? По сливной станции работа в нас ведется. Два земельных участка нам переданы. Мы сегодня уже занимаемся благоустройством этих участков. Это на территории ДСК, это южная часть города, и северная часть города это в районе СМУ-16. Оборудование и сама станция, ныне сливная станция, две штуки готовятся. К нами были проведены торги, и в Нижнем Новгороде они готовятся. К октябрю они должны прибыть здесь. Те площадки, которые на сегодня мы готовим, просто туда можно поставить. Ну, условно скажем, это вагончик. Ставим, отсоединяем к коммуникациям, к электроэнергию, потоплению и так далее. Ну и они начинают работать. Надо отметить сегодня, к сожалению, недобропорядочные фекальщики начали, если мы за люками очень жестко следим, они начали сливаться в ливневые, вот эти канализационные, не канализационные, а водосточные. Водосточные. Водосточные эти канавы, к сожалению. И, наверное, по крайней мере, горожане, когда проходят мимо улицы, наверное, замечают вот этот запах. Но почему-то этим никто не занимается. Мы два раза ловили, писали и меру, и в участок полиции, ну, не знаю, как дальше. По крайней мере, мы за своими люками уже стали очень жестко следить. Скажите, пожалуйста, ремонт на Чернышевску тогда, когда вы получите? Так, на Чернышевску, это вот до Кольца. Мы практически все свои трубы уже проложили. Сегодня идет как бы утрамбовка и начнется со следующей недели асфальтирование. И до 25 сентября мы от семинарии до Кольца должны полностью заасфальтировать. И в ноябре, когда земля уже будет мёрзлая, мы начнем от Кольца до автодорожной. Вот еще у нас читатели спрашивают, ремонт на Строда в районе проспекта Ленина тоже туда закончится. Там, говорят, второй год уже грязь, дорога вся перекапывается, осенью, и все говорят, что ваше... Ну, на Строда мы подключение сделали, коллектор, да, и мы его должны, как я уже говорил, должны запустить в октябре. То есть с канализацией вот эта по Строда уже будет работать. Ну, давайте так. Ну, там время от времени наши подрядчики проводят грейдирование. Ну, это текущая работа. Я так скажу, там как-то такого-то асфальта не было, там грунтовая дорога. Соответственно, ну, мы возьмем на заметку, если надо будет, мы еще раз ориентируем. Так, можно еще один вопрос, и все, у меня нет. Ну, от нашей газеты, как бы. Ко дню города хотелось бы узнать, ну, делаем вопрос, ваше любимое место в Игутске, есть ли оно в связи с чем? У меня есть любимое место в городе, это вот на Сопке, но не где Урдел, а где газопровод, там стоит у нас наш, как называется, беседка. Беседка, там собираются бегуны, ходоки, гребенники и так далее, и так далее. Спасибо. У меня такой вопрос, что касается, он на самом деле такой достаточно мелкий, это даже личный вопрос. В старом городе, так, в самом центре, это возле музея Аносова, там, короче, постоянно пахнет, ну, как я понимаю, пахнет с коллектора, да, у меня два вопроса. Первое, ну, должно пахнуть, нет, или вообще, как бы, из таких вот сетей, и второй вопрос, да, почему? Значит, ну, понятное дело, оно не должно пахнуть, если нормально работает система канализования, да, там не коллектор, там внутриквартальная сеть. Если проточность обеспечена, то она не должна пахнуть, если запах идет, то это говорит о том, что там канализация просто стоит, встала. Да, да, значит, ну, там внутриквартальные сети, они лежат, кому я не могу сказать, скорее всего, кто строит. Мы, нас несколько раз, ну, в год приглашают туда, чтобы мы там могли, сделали промывку, да, но я подозреваю, там есть провал, система канализации, канализования, и поэтому там как бы стоит, установится. Ну, там надо просто проводить реконструкцию, выправлять уровни и так далее, и так далее. То есть это бесхозная сеть, что ли? Ну, я сейчас точно не могу сказать, но там точно не наша сеть. Есть хорошие новости, это касается не только нашего города, это касается всей России. И сегодня уже подготовлено постановление правительства, упрощающее передачу вот этих сетей. Как только выявляется, чтобы мы без всяких вот этих формальностей забрали, как гарантирующий поставщик. Вот тогда упростится все. Конечно, для водоканала это будет нагрузка, но, тем не менее, мы готовы принять это на себя, понимая, что кроме нас там никто и заниматься не будет. Просто будут отпихивать друг друга и так далее. Лучше сразу забрать и потом уже как бы отремонтировать и снять эту проблему. Ну, я не просто так задал вопрос, вы же депутат Якутской городской думы и не первого уже созыва. И у нас одно и то же, каждый год. Для меня непонятно, как газовики могут, например, найти бесхозные сети. Я вообще вот это не понимаю. Это очень просто. А как? Это же ваши подотчетные линии. Я, может, по канализации еще бы понял, но по водоснабжению никак. Если, допустим, дом строится, застройщик сам проводит сети канализации или сети газоснабжения, а потом по ОМУ не передает. И через несколько, оно забывается, и через десяток лет, когда там что-то начинает пахнуть или там рвать, вот тогда вот начинаются проблемы. То есть, своевременно застройщик должен передать коммуникации специализированным организациям. Вот этого в 90-е годы точно не было. Каждый сам как бы обслуживал. Пока сети нормальные, да? А потом сети захеряли, бросили, да и все. И так вот само по себе работало. Пока не возникла проблема. То есть, потребитель не знает, за что платит, когда к нему приходит вода. По идее, это другое. Ну, история же меняется, там, жильцы меняются, и потом уже концов не найдешь. Поэтому, чтобы упростить, ну, был механизм, разработан механизм, да? Когда находят вот эти сети, муниципалитет признают бесхозным, ждет год, пока найдется, может быть, возможный хозяин, да? И когда хозяина нет, он оформляет муниципальную собственность, а потом передает гарантирующему поставщику. То есть, это на ответ на ту пословицу, когда дорогу новую кладут, то ждите, что ее раскопает. Возможно. Ну, я теперь понимаю, почему у нас заново копает. Потому что через год ее передают, а потом начинают копать, чтобы ее заменить, правильно? Ну, кстати, этого стало, с каждым годом я слежу и становится все-таки меньше. Не так, как раньше. Ну, левые годы, да. Или на Жернинском. Вы сказали, что ведете борьбу с заложниками, да? Там, через какой срок, ну, можете там воду перекрыть? И как вообще перекрывать воду? Также сложно, как? Ну, воду перекрывать мы не имеем права. Мы имеем право перекрывать водоотведение. Поэтому мы этим уже занимаемся год с лишним. Но если пен-должник живет в многогвартирном доме, то там как? Ну, есть специальное механизм оборудования, которое перекрывает именно ту квартиру. Я могу просто уточнить по сроку. А там вы смотрите, например, ну, понятное дело, что все должны платить, да? Бывает, что там какие-то инвалид живет один или там, допустим, мало обеспечен. Это вопросы уже соц. обеспечения. Соц. обеспечения, да. Ну, вы сразу перекрываете, а потом там уже идете, да? Да. Хорошо. Вопрос такой, может быть, конечно, я не совсем понимаю, да, но когда произошло вот это вот разделение? То есть, если раньше люди за водоснабжение оплачивали как бы через управляющую компанию, то когда получилось как-то, что нужно уже это плачивать денег? Это произошло после того, как развалился РКЦ. Мы помним, единый расчет на кассовый центр был, где вот мы единым документом получали платеж. Там было, даже, по-моему, телефон там, все-все построчно было. Как только РКЦ развалилось, все началось вот как бы раздрать. И, соответственно, все перешло сначала в управляющие компании ПСЖ, а потом, когда управляющие, ну, недобросовестные управляющие компании ПСЖ уже присваивали деньги и не перечисляли водоканалу Якутской энергией, тепловиками, газовиками и так далее, каждое предприятие начало создавать свой платежный документ в отделе. Вот. Ну и, как практика показала, это, конечно, не очень хорошо. Но, в первую очередь, мне удобно человеку, правильно, населению. Поэтому, все-таки, мы решили вернуться к этой, к той практике. Тем более, во многих городах идейный расчетный кассовый центр, они сохранились. Их сохранили. Мне кажется, мы дали маху, когда отказались от РКЦ. Надо было там менять людей и сохранить. Как-то так получилось то, что получилось. Ага. Ну, у меня вот какого-то пост, он, наверное, интересует и других горожан. Для меня это, на самом деле, было открытие недавно, потому что ко мне пришла бумага о том, что у меня задолбанность, и о том, что мне это водоотведение могут перекрыть скорым будущим. Я просто, как бы, не глядя оплачивал через управляющую компанию, поэтому я просто был не в курсе. А как вообще человек должен, ну, что должен в таком случае делать? То есть, как он может узнать свой личный кабинет и так далее? Потому что сейчас многие кассы уже закрыты же из-за кабинета. Ну, да, это достаточно сложный такой вопрос, ну, совершенно такой правильный вопрос, да. Люди, многие люди считают, не глядя, там счет приходит, они оплачивают. А то, что там воды не оказалось, потому что, да, перешли на прямые договоры и так далее, ну, многие не замечают. Потом, вот, когда приходит счет, начинают думать, как это, я полгода не плачу, я же все время плачу. Значит, как тут быть? Быть, наверное, более внимательным. Есть же, когда ты оплачиваешь, если там нет воды, если там нет тепла, то вместо, скажем, 6 тысяч придет счет на 3 тысячи, правильно? Когда оплачиваешь, ты же должен понять, что почему-то стал меньше платить. Ну, это касается, наверное, водосчетчиков, да, по энергосбыту мы оплачиваем воду, и еще дополнительнее же оплачиваем, правильно? Ну, энергосбыта воду за воду, за горячую, холодную берет. Да. Это у них по счетчикам идет. А вот до канала еще, еще и ведет. Энергосбыт за холодную, как агентство берет. То есть они же. Вот здесь маленький нюанс, который нас сильно сейчас напрягает, потому что я сейчас воюю с энергосбытом. Энергосбыт за холодную беру? Нет, по счетчику. Да, по ГВС укажем, где это по этому? Я объясню, в чем ситуация. А для ГВС, для ГВС? Да, ну, там прикол какой, в части меня, я думаю, у нас капремонт, я счетчики должен поменять. Но, удивительно, ваши забраковали, эти пришли, поставили бомбы, я теперь убрать не могу. Понимаете? До смешного уже пришлось. А оплачиваю вот это, холодную, горячую, потом еще с водоканалом приходят. А народ-то думает, что он платит за все сразу. Здесь вот ситуация состоит в том, что вот единый платежный документ, он необходимый. У вас же с твоих точек нет оплаты, только через энергосбытжи, да? Ну, только через энергосбытжи. Нет, именно ваши, а где они? Только через банки. Ну, там проценты же, комиссию. Деление банков, ну, можно оплачивать напрямую, через лицевой счет личных или нет. Нет, вот, допустим, кто через онлайн не могут, там. А как вы не узнали? Номер личного кабинета, потому что у меня квартира купленная. И, ну, как бы, другие бумаги там не приходят. И оттуда я узнаю свой личный кабинет. Например, от управляющей компании, да, за электричество. Там указан ЛК, поэтому я в предложении Сберфанк онлайн забиваю ее и оплачиваю, да. А тут, например, что делать, я просто не знаю. Потому что договор все еще записан на предыдущих жильцов. А я тем более, где проживаю, я не владелец. Ну, надо зайти на... То есть я не умолчен, как бы, перезаключать договор? Ну, на сайте водоканала, там есть кнопка «Узнать лицевой счет». Адрес? Да, адрес. А, ну, вводится и все, шансовый, вводит. Если на прямом договоре находится, это понятно. То есть некоторые, допустим, с ТСЖ, ОК, тогда их на праве лицевых счетов не будет. У меня такой вот вопрос, да. Несколько, ну, достаточно большое количество лет назад, ну, не важно, несколько лет назад мы проводили небольшой, как бы, эксперимент журналистки по поводу качества воды. И там мы действительно выявили, то есть мы брали воду на нескольких точках и отдавали уже, как бы, независимую лабораторию. Оказалось, действительно, это правда, то что вода здесь, ну, после очистки, она действительно хорошая и она портится в сетях городских. И причем ее качество очень сильно зависит еще от района, потому что мы брали пробы в разных районах и там они показывали, как бы, разную степень загрязненности. То есть она портится в трубах, то есть на выходе-то, в самом начале, она действительно соответствует, как бы, всем стандартам. Я думаю, за год вряд ли что-то изменилось, как бы, в худшую сторону. И вот у меня такой вот пространный вопрос, да, известно ли вам что-нибудь о... Ну, будут вообще как-то реконструировать городские сети, что-нибудь еще будет делаться? Ну, вопрос очень хороший, я этот вопрос постоянно ставлю. Значит, ну, мы свои сети практически поменяли где-то процентов на сорок, это первое, да? Более того, мы каждый год их промываем, поэтому по разных концах точки, мы когда берем пробу, у нас она соответствует нормам, на самом деле. Это можно проверить очень просто. Взять воду в водоколонках, потому что водоколонки, они подключены непосредственно к нашим сетям. Там нет внутриквартальных, это наша вот магистральность. Хорошие чистые вода, мы зимно берем в колонках. Поэтому вопрос, вот на самом деле, внутриквартальных сетей и в большей степени внутридомовых сетей. Конечно же, тут вина водоканала есть, десятилетиями мы, конечно, туда грязь загоняли, само собой, да? Но если внутриквартальные сети все-таки промываются, они контролируются, контролируются Роспотребнадзором, да? И там все-таки достаточно серьезные компании, такие как Теплоэнергия и Якутская Мерка, они меняют. У них есть план замены, да, сетей. То по внутридомовым сетям, конечно, там шлах. Ну, это видно после вот каждой остановки, когда мы запускаем, вот эту грязь мутит, и первое время сразу там грязно-мутная вода приходит. А потом, когда уже по мере там, ну, минут через два-пять уже становится чистым. Поэтому там надо собственникам просто требовать от своих управляющих компаний, от ТСЖ промывать внутридомовые сети, промывать. Ну, и если изношены, старые, то и помыть. Только так. Скоро День города, а ваши какие-то короткие пожелания будут горожанам, как нигде? Камин города? Да, на самом деле, нашему городу 390 лет. История такая очень, достаточно богатая. Это старейший город Дальнего Востока. Старейший город Дальнего Востока. Можно сказать, Дальний Восток вырос из Якутска, потому что все экспедиции снабжались из Якутска. Итогом появились Хабаровск, Владивосток и так далее, так далее. Ну, что хотелось бы пожелать? Ну, в первую очередь, влюбить город Дальний Восток. Это не пустые слова. Я, буквально, в понедельник, буквально, я, проходя мимо наших светочных клумб, обнаружил, что просто святы были вырваны и выкинуты на тротуар перед нашими. Ну, очень печально, что это. Поэтому надо бережно относиться к своему городу сначала сами, а потом уже требовать.